В Доме детского творчества на девятой линии ребятам помогают определиться с будущей профессией. Для этого здесь проводят встречи с интересными людьми. Сегодня это депутат законодательного собрания Константин Чебыкин и российский боксер-тяжеловес Ростислав Пличко. Они поделятся своим опытом и расскажут о том, как состоялись их профессиональные карьеры. Вкратце о себе расскажу, а потом с радостью отвечу на все ваши вопросы. Значит, детство у меня было не самое простое, потому что у меня была инвалидность. До шести лет я жил реально в распорках. Кто смотрел фильм «Форест Гамм»? Только он ходил, а я во Брэдене лежал полтора года. Благо все обошлось, мне вообще хотели под нож операционный положить. Если резать, это автоматически, там, нога на 5-6 сантиметров будет короче, это ортопедическую обувь. Ну, по факту, на всю жизнь был бы храной. Родители взяли на себя ответственность и доверились одному врачу, который сказал, что меня можно вылечить. Потом я был в спорте, в гребле, мечтал заниматься единоборствами, но, скажем так, родители были против, потому что, ну, естественно, опасно. Были противопоказания. И вот в 18 лет я дорвался до любимого дела. Начал заниматься боксом, когда поступил в политехнический университет. Помимо этого, уже в студенческие годы начал заниматься бизнесом. Константин Александрович, вопрос к вам. Вы, как депутат Законодательного собрания города Санкт-Петербурга, разрабатывали какие-нибудь законы, вот вы лично, и если разрабатывали, какие из них были приняты? В сфере торговли и в сфере ЖКХ. Это были законодательные инициативы в сфере строительства. Есть закон, который я сейчас предлагаю, это закон, связанный с правилами дорожного движения, чтобы мы наносили специальную разметку перед пешеходным переходом. Росислав Боисович, какое место в вашей жизни играет ваш тренер? Он вас, он может как отец или что-то вот такое, воспитывает вообще или как? Ну, сейчас навряд ли, конечно, но а вообще? У меня несколько тренеров было, вот. И, ну, там сейчас мой тренер основной это Александр Васильевич Зимин, который воспитал Николая Валуева, работал с Александром Поветкиным. Вообще воспитал более 10 чемпионов мира по профессионалам. Конечно, как он наставник мой и многие вещи, помимо спорта, к которым я прислушиваюсь. Но помимо этого были и другие тренеры, и от каждого из них я что-то получил для себя, и с каждым из них я поддерживаю до сих пор связь. Расскажите, пожалуйста, Росислав Борисович, о общественной организации «Рост». Для чего она создана и как она была создана? Главная задача – это просто расширить кругозор людям. Мы развиваем спорт, мы создали такую историю, как школа лидеров. Лидеры – это не только политические лидеры, да? Лидер может быть в спорте, в бизнесе, в творчестве, в искусстве. Что, по вашему мнению, самое сложное в работе депутата и нравится ли вам ваша работа в принципе? Работа нравится, потому что это реально живое общение. Мы, наверное, привыкли к тому, чтобы к депутату обращаются уже люди, умудренные опытом. Еще бы как раз хотелось с вашей категорией непосредственно общаться. Мы поняли, что работа у вас трудная, напряженный график. Я думаю, многим здесь было бы интересно, а сколько же зарабатывает депутат? Это не секретная информация. Давайте так, подождите, подождите, подождите. Давайте так, вот мы сейчас там, я вам скажу, сколько мы зарабатываем, да? Но вот мне очень интересно было бы, что вы думаете, сколько мы зарабатываем? Сколько? 200 тысяч, 85 тысяч. Честно скажу, зарплата 120 тысяч, ну на руки. Вот. Поэтому депутаты Госдумы, так как есть у нас депутаты законодательного собрания, приравнены к определенным государственным и гражданским должностям, да? А депутаты Государственной Думы приравнены к министерским должностям, там, соответственно, зарплата больше. У депутатов, у глав муниципальных обязанностей, у депутатов на постоянной основе, ну зарплата где-то, наверное, 50-60 тысяч, там, в год. А в Госдуме 300, сколько? 380, да, по-моему? Ну, по-моему, 300, чуть выше, там. Ну, в общем, 300 до 400. В Госдуму, ребят, если депутаты, то в Госдуме. Да, зарплата хорошая, вот, но не фантастическая, как показывают, опять же, там, на телеканале ТНТ. У меня вопрос к Ростиславу Борисовичу. В первую очередь, поздравляем вас с титулом чемпиона России и WBA Asia. Вот, и вопрос такой, у вас есть планы провести бои за океаном и достичь титула всемирного чемпиона? Требуется рабочая виза. В противном случае, если я проведу бой по-туристической, мне закроют въезд в Америку на 10 лет. Вот, а так как есть большие планы проводить бои, в том числе и за океаном, по понятным причинам, потому что Америка, да, это номер один в мире единоборств. Это значит, что все боксеры со всего мира рвутся именно туда, если хотят стать большими чемпионами. Там зарабатываются самые большие деньги. Из-за этого, если выбирать между депутатом и профессиональным боксером, то если вы гонитесь за деньгами, то в профессиональном боксе вы заработаете больше, чем в Госдуме. Скажите, пожалуйста, сильно за вас переживают ваши родители во время соревнованиях и ходят ли они на них? Когда я ушел в бокс, ну, мама вообще категорически против, и она меня все время отговаривает, когда я навещаю ее, отговаривает заниматься боксом. Не дай бог придешь с кингалом домой. Она говорит, ты взрослый мужчина, у тебя бизнес, чего ты, типа, успокоиться не можешь. Из-за этого, конечно, родители очень переживают, смотрят бои только папа, и то в записи. В записи, когда получил от меня звоночек, что все хорошо, я выиграл, папа, живь здоров, все нормально, вот тогда он снова научился пользоваться у меня ютубом, мне смотрят там в интернете. Расскажите, пожалуйста, о ваших вот этих встречах, на что они нацелены и как они вообще помогают людям, которые на них приходят? Вы знаете, ну, во-первых, встречи именно с молодежью, именно со школьниками, наверное, помогают ориентироваться в вашей школьной среде, чувствовать запросы вашего поколения. Тот опыт, который есть у нас, очень хотелось бы передать вам. Такие встречи мы будем продолжать. Мы будем вам приводить лидеров общественного мнения, известных людей, и, конечно, отвечать на те вопросы, которые вы будете задавать. Как можно попасть к вам на прием? Значит, моя приемная находится на Васильевском острове, 12-я линия, дом 7. В рабочее время, в будни, там постоянно находятся мои помощники и будут готовы оказать любую посильную помощь. И в день проходит десятки людей, которые приходят с приемной по различным вопросам. А скажите, вы пользуетесь социальными сетями? Да, вы знаете, вести работу, отчет о работе проще в социальных сетях. Поэтому есть и Инстаграм, есть и Фейсбук, есть и Одноклассники, и ВКонтакте. Поэтому в этом плане я, конечно, не такой продвинутый, как вы, но тоже об этом знаю. Когда Константин Александрович пригласил меня в Дом творчества своего района, родного Василиостровского, конечно, я вдохновился, потому что мне нравятся общения с молодым поколением. Для меня молодежь – это не только ученики, но и в каких-то вещах преподаватели. Из-за этого мне очень интересно с ними взаимодействовать, и мне интересно, чем они живут. Вы говорили, что бокс был спортом вашей мечты. Что вас в нем привлекает? Я бью людей за деньги, занимаюсь любимым делом. Шучу, мы это вырежем. Вы говорили, бокс был спортом вашей мечты. Что вас в нем привлекает? Бокс меня привлекает тем, что в ринге я проявляю свои природные какие-то инстинкты, потому что в каждом мужчине заложен хищник. В ринге я себя чувствую хищником, я чувствую себя настоящим. Мне нравится в ринге, что он справедливый. То есть во время боя побеждает сильнейший, и я чувствую себя живым. Мы слышали о том, что вы побили рекорд Тайсона, то есть за самый быстрый нокаут. Это правда? Да, я выиграл бой, кстати, бой проходил в Петербурге, в Василиостровском районе. Очень символично. Да, я выиграл нокаутом за 6 секунд. Почему вы решили заниматься, давай, к спорту бизнесом? Скажем так, бизнес и спорт, он всегда шел в моей жизни параллельно. То есть я и бизнесом начал заниматься с 19 лет, боксом начал с 18. И мой первый бизнес, он был связан непосредственно со спортом, непосредственно с моим любимым видом спорта – боксом. Мы читали ваше интервью и узнали, что вы пошли первый раз в 12 лет на работу. Почему вы решили пойти так рано на работу? У меня всегда было стремление быть самодостаточным, потому что мои родители, они, ну это советское поколение, то есть моим родителям сейчас седьмой десяток, и они до глубины души советские люди, если вы понимаете, о чем речь. То есть это люди, которые встретили капитализм, перестройку в 40 лет, когда уже полностью сформировались, и они до конца к демократии, к капитализму не приспособились. Из-за этого в плане воспитания они тоже меня воспитывали как бы по-советски. Достаточно сдержанно, то есть никогда не баловали. Было ряд предрассудков, что деньги – это зло. Они мне это не навязывали, но тем не менее это было в семье. А я видел, как мои сверстники из богатых семей, с более молодыми родителями, летают по заграницам, у них там девайсы, дорогая одежда, учеба за границей. И мне этого тоже всего хотелось. Из-за этого, так как родители меня не баловали, я начал 12 лет работать. Вот такая мотивация совершенно понятна. И мне кажется, раньше я немножко завидовал своим сверстникам богатым, да, ну, из богатых семей. А сейчас я, наоборот, благодарен судьбе и, в первую очередь, родителям, что они меня не баловали. Из-за этого у меня появилась мотивация что-то делать. Я не всегда согласен с тем, что в стране происходит. Из-за этого, если в определенный момент я пойму, что я могу быть полезен на депутатской работе, то тогда я стану депутатом. На данный момент у меня другие приоритеты. Это спортивная карьера. И я сейчас делаю вклад в общественную жизнь посредством своей общественной организации. Неважно, станут ли эти ребята депутатами, боксерами или еще кем-то. Главное, чтобы они слушали свое сердце. Надеюсь, сегодняшнее общение поможет им сориентироваться. Побывали на встрече Мария Хорина. И Кирилл Сенек.